Ну, дорогие мои друзья, всем привет, всем здравствуйте! Очень рада вас видеть на нашем канале. У меня немножко подсел голос, поэтому прошу меня извинить. Может быть, кому-то не слышно, я не могу пока найти причину, в чем дело. Но попытаюсь в этом видео сделать звук намного громче. Но голос меня подвел. Поэтому не знаю, как работать с этим, но... Мы в процессе решения этой проблемы. Для тех, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам вовремя приходили уведомления о наших новых видео. Ставьте лайки обязательно. Ну, и мы, знаете, мы всегда вам очень рады. Всегда рады, если вы заходите к нам на канал и смотрите наши видео. Они у нас разнообразные, очень веселые. Вот, в этом видео я собрала много всяких, опять, эпизодов нашей жизни. И они достаточно интересны. Так что вас ждет очень такой насыщенный просмотр. И начнется он немного с мотивации на уборку. Но в этом видео я решила помыть окошки, потому что уже очень грязные. И смотреть вообще на них невозможно. Поэтому решила немножко навести порядок, чтобы было красивенько. Чтобы было видно солнышко, чудесную погоду. И все остальное тоже. Так что приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот таким образом мы с вами помыли окно. Прекрасно справились с своей задачей. Окно блестит, сверкает, красивое. Подоконник отмыли. И я решила помыть все свои контейнеры, крышечки и все остальное. Чтобы убрать в коробку, уже запаковать. Чтобы уже не лежало на подоконнике. Дальше у нас будет окно в комнате девочек. Тут оно вообще такое непроглядное. Оно очень грязное. И больше там на нем пыли. Вот этой вот, которая, знаете, пыльца. И я решила быстренько приступить к работе. И начать его мыть. Как вы видите, я уже переодела сарафан. Потому что прошлый сарафан у меня весь оказался мокрый. Когда я мыла крышечки, все и это. Видимо, очень много брызгалось. И поэтому я решила переодеть платьишко. Так что вот такой у меня сегодня переодевальный день. Ну, у девочек, конечно, оно с этой стороны почище окошко. А вот с стороны улицы оно очень грязное, пыльное. И мне пришлось его там два раза помыть. Но ничего, это тоже быстро. На самом деле оказалось, окна мыть не так-то сложно. Зато так потом радует тебя твой результат. Такое окно чистое. Смотришь прям, как будто его нет. А то, вы знаете, такое прям ощущение, что просто пустая рама стоит. Вот, так что я довольна. И мне все очень понравилось. Дальше мы с Тишуней поехали в музыкальную школу. Ну, а для чего я вам сейчас все подробно расскажу. Тишунь, куда мы едем? Куда. Что там делать-то будет? Фигзамин. В экзамен уставать будем. Вот, видите, какой ответственный. Едет с гитарой. Что светит? Спрашивай про церковь, а то у меня 4 с плюсом. 4 с плюсом, это 5 с минусом почти. У меня 5 с минусом. Молодец. Ну, ты хорошо сыграл, Тишунь, да? Первый экзамен жизни у ребенка. Медаль какую дали, красивую. Покажи скорее. Вот. Ну, давай так близко не показывай. Подождай, я посмотрю. Вот, молодец какой. Мы ездим в Тихону на трамвайчике. Видите, как здоровье. Убей, просто. Вот сиди и смотри, как будто ты водить. Прям такие места много провестишь. Сзади, видите. Как в самолете. Так что вот, после экзамена, едем по центру Москвы на трамвайчике и до дома. Тихоном заехали по дороге в магазин, посмотреть Тихону сандали. Босоножки, не знаю, как хотите их, назовите. Пока я ничего не вижу, я такого нормально. Одни кроссовки какие-то. Кроссовки, шлепки, ботинки, но не босоножки никак. А ребенок мой сдал экзамен на 4 с плюсом. Гитару кто несет? Мама. Вот. Получил медаль, как вы уже видели. И довольный, счастливый. Идет за мамой. Сейчас найдем сандалики, вам покажу. Это был магазин Спортмастер, дисконт. Он такой очень большой, там достаточно огромный выбор. Но есть все, кроме сандалий и босоножек. Я не знаю, пару, пар я видела, но нам, конечно, они не подошли. И пришлось нам отправляться в другой магазин. Кстати, в Спортмастере сейчас очень много всего интересного. И по ценам демократично, и все очень даже, ну, есть из чего выбрать. Но вот кроме босоножек, поскольку Тихона нога маленькая, здесь мы ничего не нашли. Сейчас я вам быстро покажу, какие вот по ценам, что здесь есть. И из чего можно выбрать. Мы обычно босоножки берем, чтобы внутри стелька была такая, знаете, как микрофибра или как она называется, но чтобы не резина была. Потому что от резины ножки потом либо могут пахнуть начать, либо просто будет жарко в такую солнечную погоду. Поэтому стараемся брать, чтобы стелька была из какого-то другого материала. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот, зайдя в магазин Геокс, мы обнаружили очень нехороший выбор и достаточно много разных моделей. Мне кажется, на любой вкус и цвет и всё, что хотите, и по цене, и по качеству, и, в общем, прекрасный магазин. И Тихонову очень интересно, он увидел одни единственные босоножки, которые прям вот ему понравились, и он другие даже мерить не захотел. Всё, говорит, мама, я беру эти и всё тут. Я его уговорила ещё одни померить, но он остановился на тех, что выбрал с самого начала. Вот мужчины вот умеют выбирать, а не то, что девочки ходят, ходят по три часа и выбрать себе ничего не могут. Ну, цены меня порадовали, кстати, не заоблачные, как в эко, и при этом очень даже соответствуют качеству обуви. Так что рекомендую вам заглянуть в магазин Геокс. Мы пришли с мужем из детьми в парк. У меня сел голос, так что пусть мой муж всё озвучивает. Она говорит, что хорошая погода. Конечно, погода, наверное, хорошая, да, если нет дождя. Так хотелось бы солнышко немножечко. Мне такая больше нравится. Цветочки цветут, бабочки летают. Всё, как мы любим. Дети уехали на велосипедах. Федюнчик спит в колясочке. Так что вот сейчас погуляем немножко, для вас поснимаем. Ну и вам удачного дня сегодня. Привет с рюкзаками. У нас колясочка. Укомплектована кофточками. Феденькой. Вот. Идём по красоте гуляем. А, можно сходить, кстати, да. На мост сходим. Давай сходим. Ну и, конечно, мы не смогли пройти мимо фонтана. Чудесного фонтанчика. Такую погоду хорошо. Прям детки и посмотрели на него, и потрогали. Нюрочка сфотографировалась. Ну, Алёша решил прогуляться по краешку. Для слабонервных лучше не смотреть. Вот, утешу всех. Фонтан был мелкий. Вот. Поэтому там не очень опасно, если вдруг кто-то упадёт. А дальше нашему взору открылась прекрасная, природная такая красота. Вы знаете, и вот кустики подстрижены, и всё это так лаконично смотрится. Мне прям, знаете, прям легче стало. Я пришла, увидела такой простор, и пруд, и трав укошенную, и всё. Вместе это, конечно, красиво. Детишки пошли на площадку, очень интересная, в виде корабля. Ещё куча всяких там лазалок. В общем, я вам сейчас всё покажу и расскажу. Лука, я боюсь, у тебя так не получится. Вот через дырку залезай туда, и всё. Ну, а Лука нашёл для себя очень интересное занятие. Бегать по таким вот волнам туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, сколько он раз пробежал, сколько километров он набегал, сколько тысяч шагов прошёл. В общем, парень у нас неугомонный, поэтому он носился, пока не устал сам. Дальше маленький перекусик у нас случился на качельках. Они так уютненько сели. Правда, им солнце светило в глаза. Поэтому все быстренько поменяли положение своё на качельках. Но всё равно покачались, отдохнули и дальше пошли. Как мальчика зовут утки? Селезень? Да. Вот, он красивый. А уточка, она скромная такая. А это кто белая такая? Красивая, смотрите. Чайка. Правильно. Вот у нас, смотрите, сколько тут птичек разных к нам прилетели. Вон, чайечка, даже хлебушек себе поймала. Молодец. Пришли уток кормить. Прилетели гули, чайки и две-три уточки у нас. Всё, я бы знаю, как скорость на пять. Пугайся. Ну, а это уже кафе называется Мерката. Находится оно в парке Горького. Мы сюда не раз приходили и с детишками, и без детишек. С мужем заходили как-то вкусненько готовят, я вам скажу. И достаточно быстро не задерживают и паста, и пицца, и что хотите там есть. Вот зимой тоже хорошо гуляешь. Гуляешь себе, зашёл туда и вкусненько, тёпленько что-то покушал. И очень классно, что здесь есть уголочек для детишек, чтобы они могли поиграть. Вот, смотрите, какой у нас прекрасный перекус. Даже юный итальянец у нас есть, ценитель пиццы. Федя, вкусно? Федь. Ай, горячее. Вкусно? Ай, ням-ням, да? Вот такая вот у нас шикарная пицца. Прекрасный перекус. Да? Смотрите, как они все проголодались. Федюня наша ударит. Вот как удобно устроились ребята. Федя застрял. Ну вот, видите, как здорово. И у всех всё хорошо. Смотрите, какая прекрасная площадка здесь. Парк Горького. Открыли новую площадку. Очень классная. Тут столько всего для детей есть. Очень много интересных тематических площадок, лабиринтов, качелей. Я не знаю, всё что угодно тут есть. Сейчас я вам подробнее покажу всё. Кто такой тут катается? Кто это, а? О, как он музыкальный устремит. Федя, смотри. Смотри, как есть петель. А мы с Федей ушли от всех. Тут можно уединиться. Вот такие тропиночки. Смотрите, что здесь есть. Какие цветочки, жёлтые, белые, красивые, ёлочки, тропиночки всякие. Очень классная площадка. Я прям всем рекомендую, у кого есть возможность в Москве приехать. Только приезжайте в будний день, потому что выходной тут очень много народов. И можно потерять детей. Вот, так что очень красиво. Всё цветёт, всё пахнет. Да, Федя, смотри, какой домик чудесный, смотрите. Домик. Там вот есть такие тропиночки из кружочков. Можно по ним ходить. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота. Классно, да? Очень классно. Вот так вот сирень цветёт. Тут столько видов сирени. Сейчас ещё покажу вам одну классную площадку. Пока я даже не представляю, что на ней делать надо. Но она какая-то мега такая интересная. Видно вам, да? Мне сказали, что когда совсем жарко, сюда запускают воду. И вот всякие мельницы, всякие, я не знаю, перегородки, затворы, всё это работает. Вот такие качельки накачают воду. Мешают воду, ещё что-то с ней делают. Очень интересно. А дальше мы увидели нереальных размеров горку. Мне кажется, это для детишек постарше. Малышей, конечно, сюда уже не запустишь. И такая прям для сильно постарше деток. Поэтому я думаю, что мы с Фидей тут даже останавливаться не будем. Посмотрим её и пойдём дальше. Но столько на самом деле на этой горке лазала. Как залезть, как слезть. Возможностей очень много. И посидеть, где родителям есть. Вот на таких вот лавочках деревянных. Чтобы смотреть за детками. Очень удобно. И можно вокруг посмотреть, что ещё происходит. Так что вот красота какая. Смотрите, какая классная площадка. Там можно прям целую работу открывать. Делать, смотрите. Грузить. Можно. Вот здесь водичка есть. Можно воду качать. И она будет по желобкам течь. Что-то гром гремит. Сейчас, мне кажется, ливанёт. Как всегда нам везёт. Вот такие есть. Смотрите, вода. Тут прям рай для детей вообще. Слушайте. Надо сюда почаще ходить. Вот летом особенно, мне кажется, тут актуально. Видите, воду можно включить. И запускать производство. А здесь, вот смотрите. Ещё одна песчаная площадочка. Господи, главное, чтобы мне в сандалии песок не насыпался. Тут тоже что-то интересное есть для детишек. Тут возить песок надо. Тут воды нету. Тут чисто с песком надо. Всё делать. А вот просеивать можно. Можно его везти туда-сюда, развозить. Вот, мамочки. Ну, смотрите, как интересно. Здесь можно что-то рисовать песком, наверное. Вот такие вот ещё есть. Пещеры песчаные, горочки. Лазалки. В общем, интересная площадка. И это малая часть того, что я обошла для вас. Потому что с Федей на руках не очень удобно. Ну, в общем, имейте в виду, что тут очень здорово. Особенно в будние дни. Небо у нас затянуло. Боюсь, сейчас будет дождик. Сейчас Федю отпущу. Пойдёт парень лазить в песок. Видите, какой деловой пошёл. Такая вот пещерка здесь, смотрите. С дырочками-то залезаешь там. Вот горочки всякие. Классно, в общем. Ну, а пока я собирала детей по парку, по этой площадке, папа наш решил прокатиться на качелях. Но не тут-то было, потому что качели на длинных верёвках. Их достаточно сложно раскачать вот так вот, сидя. Поэтому пришлось сначала встать, раскачать, а потом уже усесться. Бежим, бежим, Матюни мой. Бежим. Пока нас совсем не накрыло. Вон, мои уже убежали. А я с Феденькой иду. А сейчас мы решили, сможем съездить на рынок. Подкупить какие-то продуктики. У нас уже закончились наши запасы. Вы знаете, вот все закупки, которые у нас проходят. Я не знаю, может, это у нас только в семье. Когда ты всё купишь в холодильник, вот, и сырки, и творожки, и, там, я не знаю, колбаса, ну, вот сыр, всё вот купишь. Много какого-то вкусного. Огурцы, помидоры, мясо, ещё что-то такое. Это как-то быстро заканчивается. А если это покупать каждый день постепенно, то это медленнее заканчивается. Но я не знаю, это может быть только у нас, потому что дети видят много всего, и им хочется побыстрее всё это скушать. Я, конечно, не против, но вот я заметила такую разницу, что если я покупаю каждый день какие-то продукты, ну, или, там, раз в два дня, то они заканчиваются медленнее, чем те продукты, которые я заказываю вот такими большими заказами. И у нас там забивается холодильник, и всё есть. Вот, напишите мне, интересно, как у вас это происходит, и замечали ли вы такую разницу. Ну, а мы с вами отправляемся на рынок. Давайте посмотрим, какие у нас цены перед летом, и какие продукты сейчас более-менее в ходу. Очень мне тоже это интересно. Ну, и, конечно, мы пришли к своему любимому павильончику номер 55, где, как вы уже все знаете, предоставляется скидка, если вы говорите, что вы от семьи Кантемировых. Там у них прекрасные цены, очень вкусные овощи и фрукты, так что прям бегите вот в этот павильончик, и вам там всё дадут самое лучшее. А мы пошли дальше. Я хотела поснимать для вас цены на огурчики и помидорчики, на всё, что там есть на рынке, даже мясо. Мясо на рынке всегда большой выбор. Всегда можно найти что-то самое для себя подходящее. И очень приветливые продавцы. Обязательно покажу, в каком павильончике мы покупаем мясо. Уже не первый год. Вот баранину покупаем всегда у одного и того же человека. У него павильон 202. Ну, а говядину мы покупаем, вот, получается, с его спиной тоже там женщина продаёт. А очень всё у неё хорошо. Свинина, говядина, всё есть. Вот та самая тётенька, которая работает за спиной у того мужчины из 202-го павильона. Вот, она прекрасно разбирается в мясе и всегда поможет вам выбрать то, что вам нужно. Надеюсь, она вас тоже не обманет. Она очень хорошая. Поэтому не знаю даже, кто может быть лучше на этом рынке. В общем, я вам рекомендую. Друзья, мы решили с мужем зайти в магазин. Купить детишкам в нашем сандалии. Нам надо Луке, Нюре и Алёше купить что-то на лето уже, потому что все выросли. Ножки у всех растут. Хотя, вот, вы знаете, вообще у моих детей они очень медленно растут. У каких-то детей растут за год на 2-3 размера. У меня обычно это, ну, дай бог, один размер. Вот в том году Алёша носил там 26 размер. В этом году, я думаю, это 27 будет. У Луки то же самое. У них ножки вообще маленькие у всех. Поэтому я как-то не боюсь промахнуться с размером, еще что-то. Ну, и для того, чтобы не промахнуться, я обычно рисую вот такие вот стелечки, которые я подписываю. Вот, видите. Еще Нюрина у меня там лежит, уже убрала. Вот. Для этого я прошу ребенка встать на бумагу ногой, а вторую ногу поднять, чтобы... чтобы вес весь перешелся на эту ногу, и она по максимуму приняла свой размер на бумаге. Вы знаете, ни разу пока меня не подводили эти бумажки, и всегда очень точно мы с мужем покупаем обувь детям. Интересно, я сегодня заметила, что у Алеши такая же... У них размер практически один с Лукой. Ну, нога у Алеши шире. Намного шире, чем у Лукасика. Вот, у Лукасика у нас худенький, нож худенькая, а у Алеши, видите, какая толстенькая. Вот, так что поедем сегодня посмотрим. И еще у нас сегодня очень важная миссия. Это купить Илюшеньке платье на выпускной. Для этого мы подождем ее в торговом центре. С Тихоном, с Полиной они приедут к нам туда, и уже будем мерить, выбирать, ходить и смотреть. Так что отправляйтесь с нами, будет интересно. Вот, накупили. Все, что могли, набрали. Ладно, не скромничай, доставай все, что взяли. Огурцы доставай. Вот. Все по огурцу. Вот, Полина, видите как, не отходя от кассы. Вкусный огурец. Вкусный, говорит. Помидорчики самые главные. Мои помидорчики. Ну, понюхай, Лешка. А мне огурчики. Давайте домой зайдем, дам огурчики покушать. Надо вот здесь тоже посадить помидорчики. Вот здесь вот мусор посадить. На прощание огурчики, помидорчики. Таисты какие красивые. Давай, все достал ты там. Да, огурчики. Итак, дорогие друзья, приехали домой, привезли всем обновы. Сейчас мы будем это все разбирать. А это наши коробочки, которые мы собрали уже для переезда. Так что, привет, земляне. Привет, земляне. Уже было. Привет, малыш. Подписчики. Ну вот, сейчас покажем вам, что мы купили. Привет, подписчики. Привет, подписчики. Значит так. Это у нас Лукасику коробочка. Лука, только аккуратно поставь ее и доставай оттуда сандалики. Это Алешеньки. Мои любимые, как я заказывала. А давай, Мерий. Да, с подсветкой, Леша. Вот, чтобы у каждого было с подсветкой. У Лукаси кроссовки с подсветкой. Так, дальше у нас Нурочка идет. Сейчас мы ей тоже дадим. Подержи, Илюш. Держи, Нюра. Илюш. Ну а вот у Люшеньки такое красивенькое платье, оно очень нежное, прекрасное, оно ей очень подходит, вы знаете, я о таком только могла мечтать. И еще такие балеточки взяли к платьюшку, будет она самая красивая. Вот так вот удачно мы съездили в магазины и всем все купили, слава богу, все у нас получилось с первого раза и все детки довольны. Ну а пока счастливые дети бегают, радуются своим покупочкам, я хочу вам показать то, что мне купил муж, сейчас зашторил немножко окно, а то солнце, ничего не понятно, вот я вам сейчас все покажу. В общем, вот такие, вот такой вот лук мне муж подарил, красивый, видите, штанишки, значит, одни мой любимый цвет зеленый, кофточка тоже в цвет зеленая, две рубашечки пола и вторые брючки, они такие коралловые, очень классные, это магазин ГЭП, ну кто знает, знает, что это за магазин. В общем, очень все красивое, нежное, сейчас я померяю и вам покажу все. Огромное спасибо за просмотры, за то, что пишете нам комментарии, очень чудесные, поддержку. Даже те комментарии, которые такие у нас немножко, как это сказать, на грани, того, что люди пытаются написать какие-то, я не знаю, вещи. Я к этому отношусь спокойно, совершенно, я никого не ругаю, меня суждаю, кто что хочет, тот то и пишет. Пожалуйста, если кому-то от этого становится легче, я только рада, поэтому всегда рады. Пишите, пишите на здоровье, вот, мы ни на кого не сердимся и ни в коем случае не обижаемся. Вот, ну а наши постоянные подписчики, вам вообще огромное спасибо, потому что вы, вы наше, как бы, вдохновление. И вот ради ваших таких вот слов, комментариев у вас мы снимаем и монтируем это видео. Иногда на монтаж уходит просто какое-то время нереальное. Но для того, чтобы все было и по звуку, и по картинке, все вам понравилось. Вот одно из последних видео, где я про беременность рассказывала, я его монтировала до 6 утра, потому что эта работа такая, отнюдь нелегкая, приходится вот сидеть ночью, чтобы было тихо, спокойно, чтобы никто не мешал, чтобы навести красоту, и получилась такая картинка, приятная для глаз. Вот, это как раз вопрос для тех, кто спрашивал, сколько времени уходит на монтаж, на съемку. Ну, что хочу сказать, вы знаете, одно дело, когда я хожу, снимаю вот так вот, да, там что-то я рассказываю и снимаю, это, в принципе, несложно и недолго, вообще ни разу. А другое дело, когда я, допустим, готовлю куличи или убираю там комнаты, еще что-то, это надо поставить камеру, зафиксировать ее вправе, ну, чтобы видно было все, все нужно сделать, чтобы попало в кадр. Конечно, это занимает время, и очень часто это время растягивается на очень длительное, такое, как бы сказать, очень длительный такой просмотр, вот. Но самое сложное, мне кажется, это вот по моему маленькому опыту блогерства, если можно так сказать, мне кажется, самое сложное – это монтаж, потому что, когда ты сидишь, монтируешь, это надо озвучить, это надо как-то красиво преподнести для вас, это сделать ровненько, чтобы не мелькало, чтобы не было слишком ярко, темно, глухо, громко, я не знаю, короче, надо кучу всего учесть. Но мне это дело нравится, и мне очень нравится, когда я могу сесть в тишине, с кружечкой кофе, и спокойно это делать на компьютере, это очень удобно, можно с наушниками, можно просто вот в микрофон, и замечательно все получается, вот. Ну, а сегодня у меня вышла такая озвучка, к сожалению, очень такая, видите, у меня горло подвело меня, у меня голос сел, даже не знаю почему, в принципе, не кричала, не простыла, я не знаю, почему, что-то на нервной почве, потому что сейчас переезд, сейчас это самый сложный период, вот, ну, подвело меня горло, поэтому извините еще раз меня, надеюсь, что к следующему видео восстановится все у меня, и все будет прекрасно. Ну, а с вами я буду прощаться, вам огромнейшее спасибо, и до новых встреч!